Всем привет, это Алекс и я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня я решила заснять видео, которое называется Что в моей сумке? Я такого рода видео снимала уже, мне кажется, пару раз, но это было очень давно. Сумка у меня поменялась, содержимое в ней тоже. И вообще мне самой стало интересно, что же я там такого ношу. Недавно пришла с работы, еще ее не раскладывала, так что давайте же вместе посмотрим, что у меня там находится. Итак, начнем с того, какая же у меня сумка. Надеюсь, у меня руки не отвалятся, пока я буду вам показывать, она очень тяжелая. И надеюсь, ее будет хорошо видно в кадре. В общем, вот такая вот у меня сейчас сумка. Надеюсь, что вам хорошо видно. Она кожаная, черного цвета, с такой вот золотой фурнитурой. И это у меня Майкл Коррес. Блин, у меня сейчас рука точно отвалится. Вот так вот она вообще выглядит. Такая сумка-мешок, можно сказать, здесь три главных отделения. У меня тут еще такой вот брелочек есть, но мне кажется, он как-то уже слишком вычурный. Я его все никак не отвяжу, но вот вниз вот так вот прячу. Вот, сзади она выглядит абсолютно обычно. Здесь такой вот главный замок и два отделения по бокам. Рука у меня отваливается, нужно качать мышцы. Давайте, наверное, сразу приступим с первого отделения. В общем, сумка, хочу это сказать, я ее носила как и летом, так и зимой. Мне кажется, больше черный цвет подходит на все-таки такую пасмурную погоду. Ну, в Лондоне здесь всегда пасмурно. Вот, и почему я купила эту сумку? Мне давно хотелось чего-то такого более элегантного и женственного, можно сказать. Потому что у меня такой стиль, немножко такой мальчуговый. Иногда я люблю там всякие кеды, но у меня есть, конечно, платье и пальто, плащи, обувь, такая, под которую не подходили мои предыдущие сумки. Вот, поэтому я решила в коллекцию себе купить именно эту. И я очень довольна, она безумно вместительная, вы сами увидите, что я туда напихала. Вот, еще хочу извиниться, если вам будет плохо видно. Я очень долго пыталась настроить свой цвет, не знаю, как это сделать, потому что я решила засняться в очках. На видео я в очках еще ни разу не была. Но, вы меня в инстаграме, наверное, видели. Вот, надеюсь, вы будете не против. Ну, меньше болтовни, сразу приступим. Значит, в первом отделении, что у меня тут есть? Ну, сразу натыхаюсь на жвачку. Всегда у меня есть с собой. Мне вот нравятся, допустим, такие вот пластинки. И это якобы Orbit, но вот в Англии они решили переименовать их на Extra. Нравятся именно зеленые, очень вкусные и быстро освежают дыхание. Или там, если нечего делать, пожевать что-то хочется. Вот, очень круто. Дальше у меня здесь лежит, конечно же, мой телефон с наушниками. Вы знаете, без музыки я вообще никуда. И вообще без телефона не представляю, наверное, свою жизнь. Здесь у меня все. И календарь, и, во-первых, контакты все, и интернет, и музыка, и карты, и, в общем, документы. Я не знаю, что бы я сделать, если бы я потеряла свой телефон. Дальше у меня есть, а, ну говоря о телефоне, у меня есть мой портативный подзарядитель. Не знаю, как он называется, да, External Charger. У меня вот такой вот зелененький классный кит. И классный он в том, что хватает на два раза полностью зарядить телефон. И к нему не надо отдельный кабель таскать. Он здесь вот так вот у меня вытаскивается. Ну, вот у меня Samsung Galaxy 4 мне подходит. Стоило, наверное, фунтов 30 где-то. Очень я довольна пока, что везде с собой его стараюсь таскать. На работе у меня обычно зарядка всегда бывает. Ну, а если я уже где-то оказалась, где не могу подзарядить свой телефон, и он мне срочно нужен, вот эта вот штука всегда вручает. Дальше у меня есть, что это? А, ну что-то я забыла вытащить. В общем, это листочек, на котором написано, как ухаживать за моим новым пирсиком. Если вы еще не знали, похвастаюсь, я сделала себе недавно очередной пирсик. Все они у меня в ушах. У меня это уже восьмой. В общем, я проколола себе трагус. Не знаю, будет вам там видно или нет. Неделю назад, наверное, вот. До сих пор у меня еще лежит в сумке этот листочек. Через месяц нужно сходить провериться, как у меня все протекает, мое заживание. Дальше у меня есть ойстер. Я думаю, вы знаете, что это такая карта проезда, без которой в Лондоне никуда. На автобусе, на метро, на поезде, наверное, я не знаю. Вот, и он у меня в таком вот красивом чехольчике с птичками тут какими-то, не знаю. Ну и внутри у меня лежит сам ойстер, самый обычный. До этого у меня был стаденчик, сейчас я купила обычный. И также у меня тут карта для спортзалов, в которые я не хожу. Ну, вот, карта у меня есть. Дальше у меня тут два крема. Это все вот в первом моем отделении, да, в маленьком кармашке. Кремы для рук у меня всегда разные. Мой любимый вот пока что локсистан. Здесь у меня есть вархатные ручки. Так что вот быстро на ходу увлажнить руки. Очень часто я это делаю в метро, потому что как-то там пересыхают у меня губы и руки. Вот, так что крем для рук всегда у меня должен быть. Ручка. Ну, наверное, как и у всех в сумке есть какая-то ручка. Салфетки, конечно же. Куда без них. И что у меня тут еще есть? Пудра моя от MAC. Тоже знаете, что она мне нравится. Во-первых, это как и зеркальце, и пудра в течение дня припудрится. Мой любимый кармекс. Ни на что я его не променяю уже в долгие-долгие годы. И, мне кажется, с первым отделением мы закончили. В заднем отделении таком же я ничего не ношу. Обычно не уловно, потому что когда сумку одеваешь на плечо, то если ты туда что-то положил, то тебе будет мешать. Вот, открываем мой главный отдел. И первое, что я тут достаю, у меня вот такая вот толстенная книга. Если вы следите за мной на инстаграм, то могли видеть, что я приобрела себе новую книгу о, называется, Боге и короли, которую написала Дана Томас о Джоне Гальяно и Александре Макуини. Так как вы знаете, что мода это моя профессия, так сказать, на которой я обучалась. Вот, и это до сих пор мое хобби. Я очень люблю. Это моих два любимых самых дизайнера. И вот я решила прочитать. Читается очень быстро, так как я езжу в метро. Вот, мне очень нравится читать. Очень классная книга. Читается легко и очень затягивает. Дальше у меня здесь лежит еще одна такая вот книжечка. Так как это 2015 год, год козы, и это мой год, я решила завести такую вот, как бы, дневник, в котором я уже с 1 января начала его заполнять. Ну, тут ничего не поймете, наверное. В общем, пишу каждый день. Один лист на один день. Я пишу, что у меня в этот день произошло, что я делала. Я не знаю, какие-то события, может, особые. Вот, даже если какая-то мелочь, я все равно сюда записываю. Мне кажется, потом, в конце этого года, я надеюсь, что он для меня будет очень удачным. Мне будет интересно прочитать какие-то особенные дни, либо просто так вот открыть любую страницу и посмотреть, как же протекал этот год. Стараюсь заполнять каждый день, не всегда получается. Поэтому потом так сразу за три дня заполняю и пытаюсь вспомнить, что же произошло такого интересного. Дальше. Как-то я очень быстро болтаю. У меня есть такая вот брошюрка от Professional Beauty. У нас проходит выставка. Там, в общем, ногти, косметика, уход. Но я на такие выставки всегда хожу. Мне очень нравится. Здесь такой вот у меня журнальчик. Мне прислали тоже мой бейдж уже с бесплатным ходом. Вот, так что жду-жду-жду. Не дождусь, когда туда пойду. Вижу, что я новенькая на маркете. И это во-первых. А во-вторых, там можно получить очень хорошую скидку. Ну, зачастую это бывает 30-40-50% скидка, чем вы купите в магазине. И купите это всё раньше, чем появится в магазине. Тавтология. Вот. Дальше у меня тут... Я всегда с собой таскаю какой-то снэк, чтобы вот быстро перекусить. И я люблю такие вот, как печенюшки. Я не знаю, продаётся у вас такое или нет. У нас вот в Англии есть Go Ahead называется. Двух... Ну, там много вкусов, но мне вот нравится именно с яблоком и корицей. И вот на ходу быстренько что-то перекусить можно очень быстро. Дальше вижу у меня витамин С. Что-то в последнее время я себя не очень хорошо чувствую. Мне кажется, мой иммунитет как-то падает. Вот. Так что я пью рыбый жир. Ну, как всегда в капсулах. И вот решила купить такие таблетки-шипучки с витамином С. Пью их каждый день. В основном у меня лежат в сумке, потому что дома я никогда не успеваю их пить и забываю. А на работе я всегда это делаю. Дальше у меня тут есть кошелёк. Тоже у меня от Michael Kors. Ну, одна из последних там коллекций у них была такая прикольная. Раньше я всегда любила очень большие кошельки. Сейчас я перешла на маленькие, потому что заметила, что больше всего я расплачиваюсь карточкой везде кредитной. И мне не зачем таскать огромный кошелёк. Потому что для денег, для мелочей обычно у меня нет. А если есть, то очень мало. Вот так он выглядит внизу. Здесь у меня мои карточки. Всякие карточки скидок. Здесь отделение для бумажек. И тут вот очень глупое, конечно, это отделение для монет. Которое тут, если не аккуратно как-то его открыть, или что, всё высыпется. В общем, стараюсь монеты при себе не держать. И также в этом кошелёчке я всегда ношу... Сейчас вам покажу. Я не знаю, почему в кошельке, но всегда у меня должен быть какой-то маленький супер вообще, который открыть нужно вообще зубами. Карандашик для бровей. Всегда у меня есть. Если вдруг что смажется, то я смогу подправить. Очень классный, маленький такой. Мне нравится. Дальше. У меня здесь есть моя расческа. Все вы её уже видели. Ей много лет. Года три, наверное. Тангл Тизер. У меня вот такая компактная версия. Я ещё думаю купить себе побольше, чтобы дома расчесываться. А вот это всегда лежит в сумке. Очень классно расчесываю волосы. Не вырывает их. Мне очень нравится. Я думаю, это уже вообще легенда Ютуб. Только ленивый себе её не купил. Реально очень классная вещь. Всем своим подружкам уже подарила. Маму тоже подсадила. Она тоже всем там передаривает. Очень классная вещь. Присмотритесь, если у вас ещё её нет. Дальше что у меня тут? Чехол от моих очков, которые у меня сейчас... Даже если я их ношу всегда. Так, тут какие-то волосы. Всегда у меня есть с собой чехол. Там есть тряпочка, чтобы почистить глаза. Вернее, линзы. И очки у меня... Не знаю, говорила ли вы или нет. Это Джимми Чу. Покупала их почти год назад. В апреле, когда ехала домой. Очень мне они нравятся. Так привыкла к очкам, что в зеркале мне как-то даже странно себя видеть без очков. Кажется, что чего-то не хватает. И мне кажется, что они мне идут. Люди, многие делают мне комплименты. И мне кажется, для работы подходит. Я всё вижу. И совсем не чувствую себя каким-то очкариком. Мне кажется, это придаёт такой даже шарм и стиль какой-то. Очки сейчас в моде. Так что, да. Вот мой чехольчик от очков. Дальше. Ну, как я и думала. Обычно я её оставляю на работе. Но это подзарядка от моего телефона. Потому что если телефон умрёт, вместе с ним умру и я. И последнее, наверное, а может нет. В общем, у меня тут есть ещё зонтик. У меня зонтика два. Один розовый, который я где-то уже оставила. И вот такой. В лобной без зонтика невозможно. Это такой, как талисман оберег, можно сказать. Потому что каждый раз, когда зонтик у меня в сумке, дождь не идёт. Но как только мне стоит ставить его дома, всё. Промохну до ниточки. Последний. И дальше у меня есть такой здесь потайной карманчик. А, ну здесь у меня ещё такой есть брелочек. Вернее, пристёжка такая для ключей. У меня, как видите, много ключей. Но брелков ещё больше. Вот последнее моё приобретение. Вот такая вот классная свинюшка. У меня здесь есть брелок из Барселоны, из Румынии. Хотя там я не была. Это всё мне друзья привозили. Ну и из Франции. А также ключи от работы, от дома. Тяжёлая штука. Такой и убить можно. И у меня есть такой потайной карманчик здесь. Снутри. И там у меня обычно лежат какие-то помадки. Что-то ещё. В общем, на данный момент у меня здесь есть консилер. Очень мне нравится. Вы знаете, что я фанат Revlon Colorstay тоналки. Вот у них тоже есть Revlon Colorstay консилер. У меня здесь в номере 2 Pale. Наношу его под глаза в основном. Но и также на какие-то прыщики. Либо вот подровнять контур губ. Когда крашу красным. И так, как видите, я с красной помадой. Потому что на моём новом месте работы нам нужно красить губы в яркий цвет. Ну вот я выбрала такой. Это у меня карандаш от NYX. Очень классный, крутой красный цвет. Он даже такой не очень красный. Такой что-то с розовым. Но мне кажется, он очень красиво освежает лицо. Зубы, кажется, белее. И вообще, мне кажется, это сильно к нему подходит. Я никогда не думала, что буду вообще ходить с красной помадой. И сейчас я просто без ума от неё. В общем, карандаш называется Hot Red. В оттенке 817. Очень классно. Действительно, присмотритесь. Классный красный цвет. Обычно я заполняю губы полностью. Не только контур. И сверху наношу вот такую помаду. Это от Yves Rocher. Когда-то попалась она мне в Glossy Box, мне кажется. И это номер 101. Первый. Вот. Очень классная помада. Хоть она и такая матовая, но она не сильно пересушивает губы. Это мне нравится. А карандаш вообще бесподобный. Вчера я ходила с друзьями в ресторан, накрасила губы. И с собой забыла просто взять ни помаду, ни карандаш не взяла. И мы там кушали, пили. Потом опять кушали. И в общем, я не волновалась вообще о том, что с моими губами. И я пришла домой. Там прошло, наверное, часов 5. Я пришла домой. И, конечно, помада сверху стерлась. Но вот карандаш, он был на губах. И было видно, что у меня губы красные. И никаких там... Никаких там следов того, что помада стерлась. Или где-то тут вот посерединке она там смазалась. Нет, ничего не было. Очень классно. Я довольна. И как-то... Ну, пока подумаю, покупать я не могу или не покупать. Посмотрим, когда эта помада закончится. Может, и надумаю. Ну, и также наношу я помаду кисточкой. Такая вот мне попадалась когда-то как подарок, мне кажется, от Lancome. Такая вот очень классная, удобная, классная, что в сумку можно положить, потому что она с колпачком. И да, мне удобнее наносить помаду кистью, а не из тюбика. Вот и всё, что было в моей сумке. Надеюсь, вам было интересно посмотреть, что же у меня там лежит. Это я так ещё вчера вроде как или позавчера прибиралась. Обычно у меня тут куча всяких фантиков от жвачек. Всякие чеки валяются, там и мелочь может на дне лежать. Но это такой вот мой правильный вариант моей сумки. Обычно хожу всегда с одной. Не люблю перекладывать с одной в другую, потому что если я это делаю, то обязательно что-нибудь забуду. Вот такие вот дела. Надеюсь, вам понравилось это видео. Скажите, что вы думаете о моём таком образе в очках и с красной маманой. Мне очень интересно узнать ваше мнение. Всем спасибо за внимание. Это была Аликс. И до новых встреч в новых видео. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!